В центре Омска сгорели пять дорогих иномарок. Все они стояли на станции технического обслуживания. Пожар начался накануне вечером. Как рассказали очевидцы, дымом были объяты бани и кафе, однако больше всего пострадал именно автосервис. О масштабах ЧП и о том, почему пожарные 15 часов не могли справиться с огнем, Елизавета Василевич. Вот так теперь выглядит Toyota Евгения Власова. Амич хотел подготовить ее к зиме, но не успел. Автомобиль сгорел полностью. Сумма ущерба не меньше полумиллиона. Машина была застрахована по ОСАГО, а значит потерянное хозяину не компенсируют. Одна надежда – деньги вернет тот, кто ремонтировал иномарку. Ребята уже в присутствии полицейских написали расписку о том, что они приняли этот автомобиль на ремонт и, соответственно, что они несут за него материальные ценности. Не знаю, как это все будет компенсироваться. Еще есть автомобиль в семье, но все равно в любом случае ездить нужно. У меня как бы работа связана с движением по городу. Кроме Евгения, своих машин лишились еще четверо человек в числе сгоревших микроавтобусы Nissan и Hyundai, Mercedes-Benz и BMW X5. Илье Данилову повезло. Со дня на день он собирался загонять свою машину на ремонт, но не успел. «Очередной, скажем так, ремонт запланировал. Надо было и коробку передач поремонтировать, и подвеску. И там кое-какие запчасти находились в СТО. Я как раз готовился машину загонять на ремонт. Утром пришел на место и увидел, что СТО выгорело полностью. Все конструкции обрушились, потолок обрушился. Страшное зрелище на самом деле». Пожар тушили около 15 часов. В случае редкий. Обычно с возгораниями справляются за несколько минут. Но, как говорят очевидцы, здесь все осложнило то, что о ЧП сообщили поздно. Только в 10 часов вечера. До этого пытались тушить своими силами. Станислав Тимирев, который раньше арендовал здесь офис и автомойку, потерял на пожаре имущество на 2 миллиона рублей. И уверен, была нарушена техника безопасности. «При снятии бензонасоса на Мерседесе под машиной, человек пользовался вот таким данным галогеновым фонарем, незащищенным. Бензин попал, лампа взорвалась, он загорелся сам. Пока он вылазил, один его тушил, другой машиной занимался. Вроде потушили, потом взорвался бензобак. Четыре человека чуть не погибли здесь». На месте пожара всю ночь работали 61 человек и 14 единиц техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось только днем. Еще несколько часов сотрудники МЧС заливали стены и перекрытия. Там, где еще могли тлеть очаги. «На данный момент причина пожара и материальный ущерб устанавливается в следственной оперативной группе. Одна из причин, которая рассматривается, это возгорание в автомобиле, который находился на ремонте». Предварительно общая сумма ущерба из-за пожара около 15 миллионов рублей. В МЧС отрабатывают три версии – неосторожное обращение с огнем, неисправность автомобиля или электрооборудование. По результатам экспертизы в полиции решат, возбуждать ли уголовное дело. Но даже в этом случае потерпевшим придется бороться за то, чтобы вернуть свои деньги в суде. Елизавета Васильевич, Антон Щетинин. Новости здесь, Омск.